Это какой кошмарный ветер, да? Поэтому ветрозащита висит. Так вот, ветер, ветер, ты мог лучше, ты гоняешь стаи туч, и куда-то нас сегодня на ветер отправил, да-да-да. Мы приехали на юг города Магнитогорска, 50 лет магнитки, тут рядышком. 50 лет магнитки, как раз сюда упирается в торговый центр «Дом». Для чего мы сюда приехали? Да-да-да-да-да-да-да. А мы сегодня перегорём на другой вещи. То есть, в принципе, я разговаривать больше не буду, только в концовке ещё скажу. Мы сюда приехали, чтобы вам показать, как развивается замечательная торговая сеть. В данном случае это «Карандаш». «Карандаш», «Акварель», «Яралаш». Это всё одна и та же контора. Ох, как ветер дует, да-да-да-да-да. Извините, но такое случается. И покажем, что в этой сети ценники абсолютно нормальные, потому что чисто магнитогорская сеть, клёвая сеть, замечательная. Вы не подскажете, вот вы сюда приехали. Почему вы сюда приехали? Потому что мне надо ручку. А ручки насколько здесь дорогие? Нормально. То есть, можно говорить, что мы доверяем магнитогорскому сетевику, да? Конечно, конечно. Можно ли здесь покупать товары? Да, конечно. То есть, можно спокойненько, да? Конечно. А часто вы сюда заходите? Да, часто. Мы сюда. 1 июня, День защиты детей, для своих двух внучек, мы здесь на следующий год закупаем всю канцелярию, школу. И всё нормально? Всё нормально. Школьники, да? Да. Что берём? Ручки. Вопрос такой. Цена ручки не сильно дорогая для вас, а? Нет. То есть, можно брать, да ведь? Да. Нормальное же место, правильно? Хорошее место. Насколько часто ты сюда появляешься? Регулярно. То есть, мы не будем говорить, что это какие-то проблемы. И товара-то очень много, правильно? Очень много. Большое количество товара. Как я люблю Александра Сергеевича Пушкина, за то, что дед был рапёнком Петра Первого. То есть, как бы, ну, Пушкин не совсем был русским-то, куличесным человеком. Вот. Ну, из той же оперы, да? Помните, да? Товарищ ходил и сказал свою невесту. Ну, подошёл к ветру и спросил. А не видал ли ты на свете царевны молодой? Тот сказал, ну, постой, отвечает ветер хмурый, там за лечкой тихо-струйной есть высокая гора. Я не буду говорить насчёт этой горы, это совсем не гора, это одно из подразделений той же самой структуры, но это совсем не гора. Это огромный большой магазин. И мне сказали, Лёш, сделай такой материал, чтобы мы использовали только русские слова. Ну, вот из разряда нерусских слов слово ассортимент, да? А я сделаю по-русски, скажу, что здесь немного товара. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О-о-о-о. Очень много товара. Полный ассортимент того, что вам нужно для дома и офиса. Ну, и ещё и для школы, естественно. Против такой на засыпочку, да? Часто ли вы здесь появляетесь? Как в школе что-то надо, так и появляемся. А в школе реально что-то необходимо постоянно, да? Конечно. Но вопрос возникает, почему никуда далеко мы не ходим, а заходим спокойно ходить в магазины? Недорого, красиво и замечательно? Почему недалеко? Специально в этот магазин ходите? Специально даже ходите? Да. Ну, молодцы. Ну, спасибо вам огромное. Но и всё равно сумма вообще как бы не сильно крутая, да? Нет. То есть можно приходить сюда? Конечно. Сюда и ходим. Мне не говорили про ассортимент, потому что я сказал на улице прямо, я говорю, товара не просто много, а очень много, так ли? Ну да, согласен. Выбор очень большой. Скажите, пожалуйста, вот вы за ручками пришли, да? Да. Дорого? Всякие есть. А вы покупаете нормальные? То есть можно сказать, что можно сюда приходить и брать и ручки, и всё остальное? Ой. Ну, выбор есть, конечно, на любой кошелёк. Как вам шарики? Ой. Как вам шарики? Хорошие? Хорошие, хорошие. Можно брать, да? Да. И вы у нас в советскую 190 лет пришли как бы не сильно, далеко от дома? Да. То есть можно спокойненько сюда заходить и брать то, что нужно, да? Конечно. Что вы здесь берёте? То канцелярию. То есть канцелярия, в принципе, не может дорого стоить, правильно? Почему же? Смотря какая. Ну, а вы берёте какую канцелярию? Достаточно красивую для ребёнка? Ну да. И ценники нормальные? Да. Наша жизнь такая, да? Приходится, к сожалению, из-за коронавируса надевать. А куда деваться? Полностью согласен. Но куда мы пришли? Мы пришли в канцтовары. А ценники здесь? Великолепные. Ребёночек у вас, да, ведь? Да. Что для ребёнка сейчас нужно? Много. Много-много, да. И у меня тоже ребёнок. Но тем не менее, куда мы приходим? Сюда? Да, в карандаш. Недалеко? Недалеко. Скажите, пожалуйста, что вам тут нравится? Нравится уют. Нравится то, что всё находится рядом. Не надо никуда ходить. Нравятся замечательные продавцы. Очень тактичные, обходительные. Всегда помогут, всё покажут. Вот мне нравится, что всё можно найти, вот далеко не ходя. И рядом с домом? И рядом с домом. Это, конечно, очень удобно. А вы вообще сюда зачем нашли? За канцтоварами. А канцтовары дорогие? Нет. Канцтовары по доступным ценам, хорошего качества. Всем советую. Да-да-да-да-да-да-да-да. Во-о-о-о. Мы сейчас вам кое-что показали. То есть, в принципе, любой торговый центр этой сети располагается прямо рядышком с тем местом, где народа. Туча-туча-туча-туча-туча. Здесь тоже есть туча-туча-туча-туча народу, потому что радуга вкуса. Вот прямо рядышком. Раванжерейна 33. Выходить далеко не надо. И вопрос такой, почему это все? Да потому что все сделано для вас. Вы понимаете? Мы не будем говорить про ценники. Ценники разные есть. Есть товарочные, есть и навороченные. Но в любом случае мы говорим о чем? Мы говорим о том, что мы работаем для вас. То есть, все, что нужно, есть здесь. Я даже ничего не буду говорить. Потому что есть здесь все. От и до. Чувак, в школе-то не хватает, скажи мне. Тетрадки, да? Вопрос такой, наверное, к маме. Вы частый гость в сеточке вот этой, карандаш, яролаш и все остальное? По необходимости, да, но перед учебой. Вот, а так. Потом, ну я не знаю, не настолько часто. Ну, а тем не менее, то есть вы покупаете здесь, а ценники нормальные? Да. То есть не бешеные, да? Мы сюда больше чаще ходим. А чаще сюда ходите, да? То есть понятно, да, что бегать никуда не надо. Даже рядышком с Радугой Вкусовой сюда зашли, да, Витя? Да. В брелочку, да? Брелочки. Брелочки, да? А за брелком куда можно ходить? Сюда же наверняка, да? Да хоть в любое место можно ходить. Ну, почему вы выбрали эту часть? Ну, потому что я не нашла. А здесь нашли? На рынке не нашла, а здесь нашла, да. На рынке не нашли, здесь нашли? А здесь нашла, да. Да круто знак какой-то. Да. Вопрос такой, вы сюда приходите часто? Теоретически, да. То есть то, что нужно ребенку, вы можете взять здесь, и не за большие деньги? Насчет больших мы не знаем, а то, что взять можно здесь все, это точно. Вот я про то и говорю, что это место, где есть все. Правильно говоришь? Мы за констоварами для ИЗО школы. Констовары для ИЗО школы, почему вы здесь берете? Ну, каждый год сюда приходим. То бишь мы говорим о том, что как бы ценники абсолютно нормальные, ровные, да ведь? Да. Ну, потому что здесь большой выбор, приемлемые, целые. То есть в принципе можно гарантировать, что приходя сюда, вы возьмете то, что нужно? Да. Почему сюда приходим? Детям за канцелярией. А дети канцелярии, это сильно или дорого для вас здесь? Нормально. Нормально, да? То есть можно говорить, приходите. Для людей, естественно. Да, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, вот вы до Сусла зашли, что вы здесь купили? Здравствуйте. Здравствуйте. Которую давно искали. Ручку, да? Да. А цена ручки большая или нет? Большая цена ручки, это нет. Нет, да? Хорошо. Можно приходить сюда? Нужно приходить сюда, тем более, что есть карты постоянного покупателя, так что приходите. И вот где-то все начиналось, но заканчиваться это дело не будет, потому что уже третий год мы вам показываем качественные, недорогие и замечательные товары. Которые вы способны приобрести каждый божий день и каждый божий месяц, каждого божьего дня. Потому что это акварель, карандаш, яралаш и карандаш плюс. Все работает для вас. И ценники абсолютно не кусаются. Все, спасибо. Спасибо.